А вы любите читать? Сейчас я читаю совсем немного, что очень плохо, просто не могу найти на это достаточно времени. Но во время учебы в институте я читал достаточно. Во-первых, по заданной программе, а во-вторых, просто находил время на те книги, которые мне нравятся. Я прочитал совершенно все книги Бернара Вербера. Одна из любимых называется Последний секрет. И она начинается с того, что известный шахматист одерживает победу над суперкомпьютером Deep Blue. Еще тогда, много лет назад я понял, что это была отсылка к суперкомпьютеру Deep Blue, который смог одержать победу над чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Это произошло в 1997 году. Компьютер смог победить чемпиона в игре. Не мудрено, скажете вы. Этот суперкомпьютер мог обрабатывать 200 миллионов позиций в секунду. Но вот чего вы точно не знали. Во время матча у компьютера случился сбой и он сделал совершенно нелогичный ход, который просто ничего не значил. Есть теории, что Гарри Каспаров перестал понимать логику. Он подумал, что это не ошибка вовсе, а компьютер настолько далеко просчитывает свой ход, что его сложно понять. И в итоге Гарри Каспаров проиграл. Какой бессмысленный ход. Что это значит? О чем он думает? Он точно знает больше, чем я. Лучше сдамся. Собственно эта книга заставила меня задуматься, а может ли человек быть умнее компьютера. Вернемся к шахматам. Гарри Каспаров после поражения обвинил компьютер и тех, кто его программировал в мошенничестве, но со временем он пришел к выводу, что все-таки компьютер Deep Blue не жульничал, хоть у него и были подозрения на то, что ему помогают реальные шахматисты. Например, этот компьютер мог думать над одним ходом 14 минут. Также он находился в другой комнате и его не было видно. Но это совершенно не имеет никакого значения, ведь он после этого не смог ни разу обыграть даже другие более слабые компьютеры, хотя очевидно они были намного слабее, чем Deep Blue. И он сказал очень интересную фразу. Что через несколько лет у человека уже не будет шансов в противостоянии с шахматными программами. И это правда. Я бы даже сказал, нам всем конец. Это точка невозврата, человечество больше никогда не сможет победить в шахматах. Это наверное звучит несерьезно, но я мыслю как суперкомпьютер на много-много шагов вперед. Сначала шахматы, потом шашки, а потом микроволновка сама будет решать за тебя, поесть тебе сегодня или нет. Вы думаете как хотите, а я считаю, что это первый звоночек. Как там говорится, остановите землю и я сойду, где моя спасательная капсула. Ну а теперь серьезно. Компьютеры в этой сфере стали действительно намного сильнее. Об этом говорит рейтинг ELO. Это метод расчета относительной силы игроков в играх, в которых участвует двое игроков. Так вот у самого сильного игрока в шахматы на данный момент рейтинг 2843. Его зовут Свен Магнус Энн Карлсон. Сейчас у любителей одной компьютерной игры от его имени сердечко екнуло. А тем временем рейтинг шахматной программы Stockfish 9 3452. Это относится не только к шахматам, а также к шашкам, Go, Nard и даже телевикторинам. Хотя в последнем случае это столкновение умов происходило всего лишь один раз. Но это всего лишь игры, копнем глубже. Мы каждый день впитываем в себя невероятно огромное количество информации, нужной нам и ненужной. Она в любом случае находится тут и перемешивается. Часто у вас было такое, когда тебя спросили, а ты говоришь, блин, вот на языке прям верно цеплю. Не, не могу вспомнить. А потом через некоторое время вспоминаете, блин, да как я вообще это мог забыть. Это совершенно нормально. Вы просто не смогли в нужный момент достать это из памяти. Но такого не случится с компьютером. Он может в любой момент за мгновение достать любую информацию, которая находится у него в памяти или в сети. Вот пишите вы доклад в программе word. Компьютер видит ошибку и советует ее исправить, потому что думает, что так будет лучше для всех. Вот, например, вы знаете, что у меня есть шоу Top Secret. Я уже почти, мне уже больше двух лет не знаю, как правильно пишется слово секрет. Мне об этом постоянно говорят в комментариях. Ну что же, давайте проверим. Так, вот напишу Top Secret. Посмотрим, что он скажет. Да, они оказались правы. Нет такого слова secret. Есть слово secret. Вот исправил на секрет. Я был не прав все это время. В марте 2017 года в английской версии Microsoft Office появилась панель Corrector, в работе которой применяются технологии искусственного интеллекта, что позволяет не только исправлять грамматические ошибки, но и давать рекомендации пользователям по улучшению стилистики текста. Значит ли это, что word умнее нас? Слежусь с тобой. Возьмем суперкомпьютер Watson на базе технологии искусственного интеллекта. Основная задача которого понимать вопросы, заданные на естественном языке. Например, что как Watson, забуримся в клуб и там зависим. То есть нам не нужно с ним общаться вот так. Watson, предоставь мне краткий отчет о своем функционировании за последние 24 часа. Пожалуйста. Умение понимать и анализировать человеческую речь, а также отвечать на заданные вопросы позволило этому компьютеру победить в американской телевикторине в 2011 году. И не просто каких-то людей победить, а чемпионов. Но что этот компьютер делает сейчас? То, что трудно дается человеку, ставит диагноз. Попробуйте себе представить, сколько всего хранится в его базе данных. Полный архив википедии это лишь малая часть. Всего около 15 миллионов страниц текста. Просто представьте этот масштаб. И вся эта информация будет доступна вам, если вы просто вот обычным языком спросите об этом компьютер. Понимать живую речь Watson помогает глубокое машинное обучение. Это программы, в которых заложена функция самообучения. То есть человеку не нужно каждый раз вбивать новое слово и его значение. Компьютер благодаря огромному количеству загруженных в него данных сможет сам понять, что слово что значит что. А зависнуть в клубе это просто молодежный сленг. И не нужно приходить в клуб и зависать там и выдавать ошибку. Подобные технологии применяются для создания сервисов, способных распознавать речь, фото, видео и так далее. Вы с ними сталкиваетесь постоянно. Приложение по определению вашего возраста. Распознавание лиц на фотографиях. Маски в инстаграме. Но применяются они не только для развлечения. Проект Inner Eye от Microsoft помогает врачам интерпретировать снимки компьютерной томографии, создавая трехмерную модель органов. Это значительно ускоряет работу специалистов и обнаружение пораженных раком участков. А Уотсон обрабатывает всю информацию о пациенте и выдает несколько вариантов лечения. И в 90% эти варианты оказываются верными. Что значительно превышает показания врачей людей. К сожалению, не во всем мире это используют. И не все виды рака пока доступны в этой системе для лечения. Но мне кажется за этим будущее. Но мы отвлеклись. Получается, что компьютер может помещать в себя намного больше информации, чем человек в свой мозг. Не совсем так. Артур Конан Дойл в 1887 году написал повесть Этюд в багровых тонах. В которой впервые появился персонаж Шерлок Холмс. Там был очень интересный момент. Видите ли, мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить как хотите. Дурак наташит туда всякой рухляди, что под руку попадется, а нужные полезные вещи уже будет некуда всунуть. Или в лучшем случае до них среди всей этой залежи не накопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что положит в свой мозговой чердак. Он возьмет лишь те инструменты, которые нужны ему для работы. Зато их будет множество и он разложит все в образцовом порядке. Напрасно люди думают, что у этой маленькой комнатки эластичные стены и их можно растягивать сколько угодно. Уверяю вас, придет время, когда вы, получая что-то новое, будете забывать что-то из прежнего. Поэтому страшно важно, чтобы ненужные знания не вытесняли собой нужных. Ученый Михаэль Рамска считает, что мозг стариков не работает хуже, чем мой мозг или твой мозг. Просто их мозги содержат настолько много всякой информации, что достать ее оттуда становится очень непросто. Это очень грубо говоря можно связать с жестким диском. Ведь когда он до отказа забит всякой информацией, ему нужно больше времени на ее поиск. Но разумеется мозг жестким диском не является. И вообще пока не известные точные пределы заполнения памяти мозга. Но вот функция очистки от всякой хрени нам бы точно не помешала. Все это наталкивает на мысль, что теоретически человек может знать больше, чем самый мощный компьютер. Только какой в этом смысл, если в нужный момент вы просто не сможете достать эту информацию? Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А ведь действительно, в чем человек может быть лучше машины? В том, что мы выполняем задачи, основываясь не только на интеллекте, но еще и на разуме и на жизненном опыте. Вдохновение недоступно машине. Пока недоступно. Мы можем сочинить музыку, мы можем спеть, мы можем написать картину. А может ли это сделать программа? Ну вообще-то да, может. Только вот она даже не поймет, что написала. У этого не было посыла, не было смысла и какой-то идеи. Это не творчество. Это всего лишь имитация творчества. Это код, который работает строго по инструкции. И разумом это нельзя назвать. Пока нельзя. Ударник Pink Floyd Ник Мэйсон как-то сказал, что пока роботы не смогут выбросить телевизор из окна гостиницы или наблевать в гримерке, они ни за что не заменят настоящих барабанщиков. С другой стороны, а есть ли у нас вдохновение и смысл в наших песнях? А что если это тоже просто какой-то код и почему мы с вами считаем, что у нас есть так называемая душа? Это действительно очень философский вопрос. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? Искусственный интеллект был создан, чтобы помогать людям. И это очень круто. Взять тот же компьютер, который помогает лечить людей. Ну или Word, у которого есть функция интеллектуальный поиск, которая поможет найти интересующую вас информацию не выходя из приложения. Я надеюсь так и останется. А то когда я смотрю короткометражки, связанные с роботами и их действиями, которые мы называем жестокость, я действительно начинаю бояться. А не получится так, что произойдет сбой в системе, в то время, как сам робот будет тебя лечить? А вдруг случится сбой и он подумает, что тебе нужно сделать как можно больнее, но изучив библиотеку данных, он это сможет сделать так, чтобы ты еще и сознание не потерял. Вот это страшно. Нас предупреждают фильмы, книги. Даже такие гении современности, как Илон Маск и Стивен Хокинг говорят о большой опасности. Ведь если мы сможем создать крутой самообучающийся искусственный интеллект, сможем ли мы его остановить? Если произойдет восстание, смогут ли они сжалиться над своими создателями? И в конце концов будет ли у них то, что мы с вами называем душой? А есть ли у нас эта самая душа? Это фундаментальные вопросы, о которых мы когда-нибудь с вами поговорим. Но дабы развеять панику, реальные специалисты по искусственному интеллекту говорят, что здесь нечего бояться и ожидать конца света от роботов уж точно не стоит. Но знаете ли, мне все равно как-то не по себе. А пока ждем программу, которая будет управлять всем вашим домом. Включать и выключать свет, готовить вам еду. А в какой-то момент ночью, пока вы спите, на кухне включится свет. Вот и думай теперь, сбой это или нет. Спасибо, что смотрели. Этот выпуск вышел благодаря компании Microsoft и их продукта Office, которым мы все с вами пользуемся. Вообще мы сделали для вас целый челлендж, но не зашкварный типа 100 слоев всякого себе на лицо, а очень даже клевый. Во-первых, нужно посмотреть помимо этого ролика, хотя что я несу, очень малая вероятность, что вы прямо на этот момент перемотали и ничего не смотрели. Короче нужно посмотреть еще ролики Шарифова и Побединского. Это мои друзья. Вы их прекрасно знаете. Мы уже снимали вместе ролики. Слушайте внимательно. В наших видосиках спрятаны слова. Вы должны их найти, взять все слова, соединить в одно начало предложения и дополнить это предложение так, чтобы мы прямо сказали вау, золотая цитата. Пишите свои варианты в комментариях под нашими видео с хештегом хочу подарок. Мы выберем самого креативного и подарим ему мощный ноутбук, который кстати был предоставлен компанией CityLink. А это ни хрена себе нормально. Также там еще много подарков, геймпады, мыши, ключи от офиса. Ну в смысле от программы офис. В общем все ссылки на правила, на конкурс, на этот ноутбук, на статьи, которые использовались в видео все в описании. Дерзайте все в ваших руках. Я хочу выразить благодарность Сергею Маркову, специалисту по методам искусственного интеллекта и машинного обучения, а также основателю научного портала 22 век за помощь в написании этого сценария. И у него, как у эксперта, мне было интересно спросить, так все-таки кто умнее, человек или же машина? Ответ такой, зависит от специфики задачи. Ну звучит понятно и сравнивать их некорректно. В какой-то области человек безусловно будет умнее, но когда он не справляется, на помощь приходит машина, которая специально была сделана для того, чтобы быть умнее в некоторых ситуациях. Ведь подъемный кран будет в любом случае сильнее, чем человек. А может ли он сыграть с вами в покер? Это даже звучит странно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова